Пожары в Калифорнии будоражат наш штат уже не первый год. Все вы, наверное, наслышаны о них. Иногда может даже показаться, что Калифорния всегда в огне. К счастью, это не так. Сегодня я расскажу о наиболее и наименее пожароопасных районах в Калифорнии, отвечу на один из наиболее важных вопросов. Где купить дом в Калифорнии так, чтобы он не сгорел? Калифорния. Приветствую вас на своем канале о недвижимости в США. Меня зовут Светлана Юкин, я риэлтор в Лос-Анджелесе. За 14 лет жизни в Лос-Анджелесе я была свидетелем нескольких крупных пожаров, один из которых проходил практически по соседней улице. Граница эвакуации была через дорогу от меня. Речь о Woolsey Fire 2018 года, в результате которого в Лос-Анджелесе пострадало более полутора тысяч домов, 500 из которых пришлось на Малибу. Именно в это время, в декабре 2018 года, три года назад, когда большинство американцев проводят время за праздничным столом, у елки, большинство семей осталось не то, что без елки и подарков, а и вовсе без крыши над головой. Светлана Юкин Светлана Юкин Светлана Юкин В моменты пожаров может показаться, что с каждым годом становится только жарче, но это, к счастью, не так. Если мы обратимся к истории, статистике, хотя бы за последние 100 лет, то увидим, что примерно такая же ситуация происходила и 50-70 лет назад. И относительно спокойными были другие года, включая 1954, 80-е года, 2016. Пожары в Южной Калифорнии случаются не летом, как вы могли бы подумать, а осенью, чаще всего с сентября по ноябрь, период, когда из мексиканской пустыни туют сухие ветра, так называемые ветра Санта-Ана. Именно сочетание этих сильных ветров с нашей засухой, сухой погодой провоцирует возникновение пожаров. Любое короткое замыкание линии электропередач или не вовремя потушенный гриль во дворе может спровоцировать целую катастрофу, как это случилось осенью 2017 года, когда бездомные умудрились поджечь один из наиболее престижных районов Лос-Анджелеса, Беллеер, устроив ужин под хайвей 405. Итак, давайте посмотрим на карту и определим несколько районов, проживая в которых пожары могут потенциально угрожать вашему дому. Начнем с Лос-Анджелеса. Одним из таких высокопожароопасных районов в Лос-Анджелесе является Малибу, известный. Кроме своей части его, которая граничит с округом Вентура-Каунти. По статистике вообще в Малибу пожар крупный происходит каждые 20 лет, так что в целом хватает на поколение. Возможно, во время последнего пожара в Малибу и не пострадало бы столько, такое невероятное количество домов, если бы по стечению обстоятельств буквально недели раньше пожарники Малибу не уехали помогать тушить пожары в Северной Калифорнии, включая такие парки, как Юсимити и Секвое. Далее в списке пожароопасных районов Лос-Анджелеса значатся такие районы, как Агура-Хиллс, Веслик-Виллдж, Саузенд-Окс, Симми-Вэлли. Ну и, конечно же, районы Санта-Клорита и Валенсия, где застройщики, такие как Линары, Толл-Бразерс, включают стоимость покупки дома, также страховку от пожаров. К районам с повышенной пожароопасностью, но вне пределов красной зоны, относятся все районы в Лос-Анджелесе на холмах, включая Брентвуд и Пасифик-Полисейд, та часть, ближайшая к Топенго-Стейт-парку, Холливуд-Хиллс, холмистая часть Беверли-Хиллс, а также весь полуостров Ранчо Палас-Вердес. Я бы не сказала, что за последние 14 лет в этих холмистых районах горели какие-то дома, но эвакуации на день, два, неделю случались. Список комфортных районов Лос-Анджелеса, но вне пределов красной зоны, то есть не пожароопасными, являются такие районы, как Вудлон-Хиллс, Инсина, Тарзана, восточная часть Хидден-Хиллс, северная часть Колобасос, а также прибрежные районы, такие как Венис, Марин-Дель-Рей, Санта-Моника, Мар-Виста, Калвер-Сити, Хермоса-Бич и Манхэттен-Бич. Бытует мнение, что Лос-Анджелес горит, а Оранж-Каунти, соседняя, нет. Это не так, потому что провоцируют там пожары, те же самые ветра Санта-Ана. К наиболее пожароопасным районам в Оранж-Каунте относятся, как бы это странно не звучало, уютный городок на океане Лагуна-Бич, кроме самой прибрежной его части. Также я бы хотела отнести район Ньюпорт-Коуст, там, где находятся мультимиллионные дома, кроме той местности, где находится охраняемая комьюнити на берегу океана Пеликан-Пойнт. А также среди высокопожароопасных районов в Оранж-Каунти хотел бы отметить район Шейди-Кэннион в пределах Ирвайна, где также находятся дома с средней стоимостью от 6 до 12 миллионов долларов. В список районов в Оранж-Каунти, находящихся вне пределов Красной зоны, но все еще пожароопасной, относятся южная часть Лагуны Нигел, Ладера-Ренч, Сан-Клименте, а также одна из наиболее престижных частей Ирвайна к северу от Ирвайн-Бульвара, местность, где находятся престижные охраняемые комьюнити Портоло-Спрингс и Альте. Наиболее комфортными районами вне пожароопасной зоны в Оранж-Каунти являются такие районы, как Хантитон-Бич, Коста-Меса, Ньюпорт-Бич с Короны-Дель-Мар, Дэна-Пойнт, Сан-Хуан-Капистрана и остальная часть Ирвайна. Большая часть Сан-Диего-Каунти находится за пределами пожароопасной зоны. Если мы посмотрим на карту, небольшой кусочек пожароопасной зоны находится в пределах Кармел-Вэлли, но в целом такие районы, как Далмар, Лахоя, Ранчо-Санта-Фе находятся в местах, где не могут возникнуть пожары. Что делать, если вы все же купили дом в Лос-Анджелесе или в Оранж-Каунти в пределах одной из высокопожароопасных зон, такой, как, скажем, Малибу или в Хидден Хиллз. После пожара в 2018 году большинство страховых компаний не берется страховать дома, находящиеся в таких высокопожароопасных зонах, за исключением компании Fairplan, которая имеет возможность застраховать как минимум вашу недвижимость, за исключением собственности, которую придется застраховать отдельно. Но это тоже выход. Страховой институт бизнеса и безопасности домов вместе с аналитической компанией ZESTI AI проанализировали более 71 тысячи домов, пострадавших в период с 2016 по 2019 год. И пришли к выводу, что более 78% домов, находящихся в пределах полутора метров, от которых находится какая-либо растительность, пострадали во время пожаров. Различные пристройки, надстройки также пострадали в 60% случаев от пожаров, в отличие от 31% домов, у которых таких пристроек не было. Ряд частных компаний в Калифорнии также предлагают полный сервис по обслуживанию и охране домов от пожаров в случае, если ваша недвижимость стоит несколько миллионов долларов. Именно такие компании занимаются охраной и тушением пожаров домов знаменитости в Лос-Анджелесе. В описании к этому видео вы найдете ссылки на эти частные компании, и я обязательно напомню вам о них, если вы соберетесь покупать дом для себя в Калифорнии. На сегодня все. Помните, что тот, кто предупрежден, тот вооружен. Я, как всегда, буду рада помочь вам с любым советом по покупке недвижимости в Калифорнии, а также рада буду помочь вам найти дом своей мечты. Если вам понравился сегодняшний обзор, подарите мне, пожалуйста, свой лайк, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и буду ждать вас снова в теплой солнечной Калифорнии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!